Говорят, знать всё невозможно, но можно стать незаменимым профессионалом в одной сфере. Участники конкурса «Дети Менделеева», кажется, уже знают, в чём будут совершенствоваться. Защита научных работ по химии прошла в 25-й школе в преддверии Дня химика и была приурочена к 20-летию компании «Фосагра». «Вот это первое ваше исследование положит начало вашему жизненному интересу и, возможно, когда-то и делу жизни». От чего зависит коррозия металла? Каковы плюсы и минусы пластиковых окон? Как влияет на человека шоколад? Темы, представленные участниками, были и актуальны, и интересны. Свои исследования ребята проводили в четырёх областях – химической, экологической, пищевой и сельскохозяйственной. И неудивительно, что большинство работ – 5 из 13 – были посвящены именно химии. Химия всегда вокруг нас, но вообще химия в нашей школе с нами всегда. Компания «Фосагра» в честь своего 20-летия дарит подарки. И вот эта конференция, эта сегодняшняя встреча – это очередной подарок, который будет для вас приятным сюрпризом в какие-то моменты, который поможет ребятам развиться, потому что публичные выступления всегда дают многое для развития. Каждому участнику после выступления уточняющие вопросы, на которые юные учёные отвечали легко и уверенно. Анастасия Ишанина из 28-й школы проводила исследование эффективности антисептиков. Тема актуальная. Во время пандемии появились новые требования к безопасности. И потому возник вопрос – зависит ли свойство антисептика от его цены и химического состава. Настя провела настоящий эксперимент и выводы представила в докладе. Раньше я считала, что чем больше цена, тем лучше антисептики. Но сейчас я пришла к выводу, что от цены это вообще не зависит. Это могут быть как дешёвые антисептики хорошие, так и более дорогие. Настин коллега, начинающий исследователь Александр Петров из 25-й школы, решил соединить в своей работе информатику и химию. Он создал приложение, способное давать краткие характеристики любому химическому соединению, входящему в таблицу растворимости. Информации было очень мало, но потом поскрёб по сусекам и появилось. На проект в принципе хватило, но на самом деле информации мало в интернете. Учителя у них уровень намного выше, и я думаю, они знают эту таблицу растворимости наизусть, так что скорее такая помощь ученикам. Александр добавил, что его разработку хоть сейчас можно делать общедоступной, через плеймаркет, например. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Все победители и участники конкурса, организованного музеем Балаковского филиала АО «Апатит», награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.